Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать снова на наших вебинарах после длительного праздничного отсутствия. Позвольте вас поздравить со всеми прошедшими майскими праздниками, с Днем Международной Солидарности Трудящихся и особенно с Днем Победы, который недавно прошел. И приглашаю вас на новую серию вебинаров, которые состоятся в мае и июне этого года. Я забыл вас всех спросить, как хорошо меня слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если слышите меня хорошо. Прекрасно! Ну что ж, коллеги, как всегда, несколько общих слов в начале для тех, кто на наших вебинарах впервые. В самом начале нашего чата располагаются две полезные ссылки. Первая из них ведет на расписание наших вебинаров в будущих вплоть до конца июня месяца. Вторая ссылка... Да, в этом же расписании можно посмотреть и записи всех прошедших вебинаров. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал в YouTube, где хранятся вообще записи всех наших вебинаров, наши учебные ролики и много другой полезной видеоинформации. Поэтому я призываю вас подписаться на наш канал. Это будет для вас полезным. Несколько слов о тех вебинарах, которые ждут нас в самое ближайшее время. Следующие два вебинара пройдут 12 и 16 мая. Их проведу я. Вот эти вебинары. Давайте я их приведу в чате. Один из них называется «Готовимся к самостоятельной записи видеоролика». И второй называется «Записываем учебный видеоролик сами». Эти вебинары продолжают тот вебинар, который прошел в конце апреля и был посвящен учебному видео. Всех тех, кто интересуется вопросами создания электронного учебного контента, приглашаю на эти вебинары. Как всегда, текущую презентацию можно скачать в окошке «Общедоступные ресурсы». Не буду уже сегодня показывать, как открыть это окошко. Надеюсь, вы уже запомнили это. И последнее, как всегда, от меня сообщение о том, что все присутствующие на данном вебинаре получат именной электронный сертификат. Через несколько дней, через 1-2 дня после нашего вебинара вам на почту придет письмо со ссылкой. По этой ссылке надо будет перейти, зарегистрироваться на нашем учебном портале. И там вы получите ссылку на скачку вашего именного сертификата. Ну что ж, коллеги, от меня все. А я хочу передать слово сегодняшнему ведущей Анне Ивановой, ответственному редактору компании «Директ Медиа». И она нам сегодня представит вебинар на тему «Как распространять свою научную книгу. Секреты дистрибуции». Спасибо, Анна. Прошу в эфир. Добрый день. Для начала я прошу поставить вашу отметочку за звук. Как вам меня слышно? Плюсики, пожалуйста. Так, ну, большинство слышат неплохо. Я знаю, да, что звук фонит. Вот, к сожалению, в моем представлении вебинаров фон – это какое-то постоянное сопровождение. Итак, друзья, да, спасибо большое, что вы сегодня все пришли. Очень много знакомых фамилий я увидела, и я очень этому рада, потому что очень многие вебинары идут в большой взаимосвязи друг с другом. И это очень важно, когда картинка об издании, о вашей книге и вообще о вашей работе как преподавателя, как автора, она идет как бы полностью, полностью вами понимается. Итак, я чуть-чуть подальше отодвинулась от микрофона. Надеюсь, фон немножко утих. Итак, так распространять свою научную книгу «Секреты дистрибуции». О секретах дистрибуции и о дистрибуции вообще следует говорить только тогда, когда книга уже издана. То есть ваша научная работа прошла, издательский цикл имеет день, и вы держите свою книгу в руках. Напомню, что издать книгу можно самостоятельно или с помощью издательства. Мы много говорили об этом на предыдущем вебинаре. Напомню, если книгой вы занимаетесь самостоятельно, то вам необходимо подготовить материалы, разумеется, провести корректорскую, редакторскую работы, заказать обложку у дизайнера, зарегистрировать и получить для своей работы номер в книжной палате, сверстать книгу, отпечатать ее в типографии, зарегистрировать ее в веб-лайбраре, дать знать о ней всем, распространить. Если книгой занимается издательство, то вы присылаете в издательство, собственно говоря, синопсис только своей работы, для того, чтобы издательство понимало, насколько работа интересна. Мы чуть-чуть позже еще коснемся этой темы, почему издательство оценивает работы. С издательством заключается лицензионный договор или договор подряда, затем вы передаете свои материалы в работу, а все остальное дело за вас издательство. Договор подряда заключается, если вы планируете в дальнейшем продвигать и дистрибутировать свою книгу самостоятельно. Как это сделать, мы с вами сегодня послушаем. Очень важно понимать только ту вещь, что у издательства, конечно, возможностей дистрибуции больше. Вариантов работы с издательством тоже много. И чаще всего работа с издательством, она обходится преподавателю, автору, дешевле, чем самостоятельная публикация и дистрибуция книги. Но ведь после того, как работа опубликована, добавлено в Е-лайбраре, доступно читателю, то рано расслабляться, потому что, по сути, работа с изданием только начата. Ее нужно продвигать в массу, внести до широкого круга читателей. Переключаю следующий слайд. Я выговорилась. Итак, распространять книгу можно в электронном виде или в печатном? И в печатном. Собственно говоря, одно другому не мешает. Более того, есть книги, которые работают только в электронном виде. Есть книги, которые работают только в печатном. А есть книги, которым все равно. Они и так, и так работают. Ну, для примера, вот, например, учебники чаще всего хорошо работают в печатном виде. Тут, почему чаще всего? Зависит от предметов. Если, допустим, это книга, которая содержит больше текста, то, разумеется, ей все равно она, как правило, работает в электронном виде, потому что печатный текст может восприниматься хорошо и с электронного носителя. А вот если это точные науки, задачники, то, разумеется, печатный вид, как правило, работает в учебнике только так. Монографии работают и в печатном, и в электронном виде. Сборники статей, они работают чаще всего только в электронном виде. В печатном виде реализовать их практически невозможно. Как правило, реализация сборников статей происходит только, вообще, и рассчитана на реализацию только для участников конференции. Но в электронном виде на сборник могут быть ссылки, могут обращаться и широкий круг читателей к нему, но только в электронном виде. Рассчитывать, что сборник статей будет работать в печатном виде практически не приходится. Перед изданием любой книги издательство проводит логистический анализ. Приступая к изданию книги и ее дистрибуции самостоятельно, вам необходимо, ну, как и нам, как издательство, необходимо ответить на несколько важных вопросов. Актуальность темы, сферы дистрибуции, ведущие виды дистрибуции и объекты дистрибуции. Актуальность темы. Ну, на этот вопрос автор отвечает до того, как он приступает к написанию научной работы. Если книга научная работа уже увидела свет, она изнана, то она актуальна. Это априори, этот вопрос можно опустить. Для издательства актуальность темы научной работы это не только ее научная ценность, но и оценка, насколько работа вписывается в контент издательства, насколько заполнена отраслевая ниша по данной теме. Отраслевая ниша это издательское выражение, собственно говоря, это понятие, которое... Вот что значит. Все научные работы мы стараемся разделить по отраслям для того, чтобы лучше дистрибутировать, чтобы наше предложение было более качественным, чтобы те объекты, которые мы предлагаем, научные работы, они могли быстро и качественно отобрать для себя то, что им действительно нужно. Поэтому, собственно говоря, все научные работы мы распределяем по отраслям. Например, книг по экономике масса и выбирает работное издательство очень тщательно в этой области. Если конкуренция высока, то, собственно говоря, эффект, который мы получаем от книги, будет крайне мал. И он не принесет ожидаемого морального и материального удовлетворения ни автору, ни издательству от принятия в контент издательства вот такой работы. А вот, допустим, отраслевая область, сельское хозяйство или режиссура, например, они вот для нашего издательства, конкретно для нашего, они являются актуальными. Поэтому, вот на них спрос велик. И вот с работами таких отраслевых в этих отраслях мы, конечно, будем только за. Это не значит, что у нас все остальные ниши отраслевые заполнены. Мы с удовольствием рассматриваем все работы. Именно поэтому и спросим сначала присылать синоптизы. Справедливости ради хочу сказать, что в любом издательстве заполняемость отраслевых ниш она разная. И любое научное издательство, оно может испытывать избыток в экономике, в научных работах по экономике, ну, допустим, недостаток в других. А у нас это может выглядеть совершенно иначе. То есть здесь, конечно, необходимо присмотреться к издательству, на что оно направлено, на что у них лучше идет, где большая редкость. Именно там может сработать ваша научная работа. Сфера дистрибуции. Сфера дистрибуции это то, куда предложить книгу в первую очередь. Если это учебник, то главная сфера это, конечно, ВУЗ. Библиотека ВУЗа. Для библиотеки ВУЗа сферы дистрибуции там будет поставка печатного экземпляра, конечно. Электронно-библиотечная система ВУЗа используемая, она, разумеется, для электронного вида учебников. Все зависит от типа научной работы. От первой дистрибуции будет следующий слайд, там будет более понятно. Но необходимо помнить, что к какому бы типу ни относилась научная работа, монография, учебник, учебное пособие, сборники статей. Распространить ее можно в любой сфере. Где-то она будет лучше работать, где-то она будет хуже работать. Но то, что распространять нужно, не нужно ограничивать себя в сфере дистрибуции. Наша издательство преследует такую цель. Мы не видим ограничений. Мы стараемся книгу распространить везде, где можно, понимая, что здесь процент отдачи будет меньше, а где-то больше. Также это зависит от ведущего вида печатного издания. Ведущий вид, а мы об этом уже говорили, это книга, которая может работать либо в электронном виде только, либо в печатном виде только, либо все равно, какой вид у книги, она работает одинаково хорошо и в электронном виде, и в печатном виде. Сейчас тенденции, конечно, они постоянно меняются, но вот в настоящее время, время, когда у нас планшеты, ридеры, приложения, конечно, электронная книга работает в разы лучше. Ну, все меняется. Может быть, печатная книга выйдет, опередит электронную по распространению. В любом случае, то, что печатная книга должна быть, это однозначно. Мы говорили с вами об этом на предыдущем вебинаре. Книгу нужно держать в руках, а не только издавать в электронном виде. Объекты дистрибуции это куда конкретно книгу лучше распространять. Например, вот в сфере ВУЗа там есть несколько объектов для распространения. В сфере магазинов тоже есть свои варианты. Смотрим следующий слайд, будет более понятно. Сфер дистрибуты в основном три. научная книга востребована прежде всего в ВУЗе, если там работает преподаватель, который написал эту книгу и использует ее в качестве сопровождения своего учебного процесса. В библиотеке национальные, областные, универсальные, публичные, абсолютно любые книга обязана попасть для того, чтобы ее увидел широкий круг читателей. В магазины книга попадает по той же причине. И чем актуальнее проблема, которая освещается в книге, тем, собственно говоря, больше людей с ней ознакомятся. Есть еще несколько скажем так непостоянных средств, сфер для дистрибуции. Они, как правило, работают на имидж, на репутацию издательства, автора научной работы. Дистрибутировать в этих сферах и преследовать целью каких-то сверхприбыли, конечно, смысла нет. Но для продвижения дистрибуция в сферах очень важна в таких это выставки, это книжные выставки, ярмарки, это различные конгрессы по самым разным научным областям, это совещания директоров, ну, в общем, абсолютно разные мероприятия. Например, наше издательство ежегодно участвует в выставке нонфикшн в ПДХ на Крымском в Москве. Мы представляем там наши новинки, мы возим туда обязательно те книги, которые зарекомендовали себя годами, быстрые, то, чем мы можем гордиться. Мы это делаем не для того, чтобы нас увидели там, да, как-то мы окупили какую-то какие-то затраты, нет. Мы это делаем для того, чтобы как можно больше связи для дистрибута у нас появилось, потому что здесь следует обратить внимание на гостей, которые приходят на такие выставки. Это же не только праздные девайки, которые просто зашли на выставку, нет, такие мероприятия отслеживаются, туда ходят заинтересованные лица, это могут быть представители региональных магазинов, это могут быть товароведы крупных столичных магазинов, это могут быть комплектаторы библиотек, это могут быть заинтересованные вот именно в этой научной сфере люди там с учеными, степенями, да, то есть те, которые ищут какие-то актуальные новые новинки. Это могут быть, это может быть, собственно говоря, широкая публика, которая ежегодно ходит на эти выставки в поисках книжных новинок. поэтому призываю к тому, чтобы ваши книги дистрибутировать и вот на таких мероприятиях, потому что они о них могут узнать. Дальше чуть подробнее. Дистрибуция научной книги вуз. В библиотеку вуза книга просто обязана попасть, если вы преподаете в этом вузе. Делать это можно через стадисты кафедры, ректората. Включательные книги на актуальную тему, они не просто составляют библиотечный фонд вуза, они делают репутацию, создают репутацию учебного заведения, они поднимают его уровень, потому что когда в учебном заведении постоянно идет научная исследовательская работа, то его репутация не может быть негативной или уровень образования низким. Это заведение будет всегда актуальным и собственно говоря, преподаватели, которые пишут эти научные работы, они их тоже будут все знать. Вот в этом аспекте библиотека увоза издательство, как правило, готово поставить любое количество экземпляров, но в печатном виде закупают на курс, на две подгруппы, это около 50 штук, и книга, попадая в рабочую программу дисциплины, она через какое-то время должна быть обновлена, дополнена, внесены изменениями, то есть такой бесконечный процесс, но он, собственно говоря, благодарный, потому что учебник, ваш учебник, по которому работают в ВУГе, это постоянная работа, ну и, собственно говоря, постоянное обновление библиотечного фонда. Это выгодно и для автора, и для издательства, несмотря на то, что временной промежуток обновления, он довольно велик. Каждый ВУЗ использует электронную библиотечную систему, куда попадает любая книга после ее выхода в электронном виде. Для примера, электронная библиотечная система Университетской библиотеки онлайн и электронная библиотечная система Книгафон, они охватывают около 500 ВУЗов. Вы можете себе представить, какой это объем пользователей получает доступ к вашей работе. Мы говорили на предыдущей встрече, и сейчас я повторю, книга должна работать, она должна приносить материальный доход. Об этом нужно говорить, не стоит этого стесняться. она должна окупить свое производство, она должна окупить временные затраты, которые были потрачены на ее создание. При использовании книги в электронной библиотечной системе здесь работает страничный просмотр, то есть за каждую страницу актер получает свой процент royalty. Издательство, разумеется, тоже. Но это возможно только в случае работы с издательством. самостоятельно попасть в электронную библиотечную систему, поставить книгу без издательства, которое владеет этой системой, это невозможно. Дистрибутные научные книги библиотеки. Мы сейчас говорим не о Вузовской библиотеке. Здесь ситуация для автора, который дистрибутирует самостоятельную книгу, она тяжелее. В библиотеке по всей России рассылаются коммерческие предложения по закускам печатных книг. Они идут от издательств. То есть коммерческие предложения должны иметь конкурентоспособность. Автор, который представляет одну-две свои книги, пробиться в библиотеку и поставить там свои книги, это очень-очень сложно. Каждый библиотек подбирает индивидуальные выгодные для нее условия. Дистрибуция происходит на основании государственных контрактов или договоров поставки книжной продукции. Вот поэтому самостоятельно, как физическое лицо, автор может свою книгу библиотеку только подарить. Работа с библиотеками дело, конечно, не быстрое. Дело комплектования должны выбрать, рассмотреть все предложения, согласовать выбранные книги. Здесь, конечно, нужно запасаться терпением. Но дело это благодарное, потому что в последнее время библиотеки по всей России и за рубежом интересуются новинкой. Не важно, какая научная книга вышла, какие темы освещены. здесь нужно отдать должное, они идут всегда в ногу со временем. Отгрузка из библиотеки тоже происходит на основании универсальных передаточных документов. Это счет, акт, то есть это все атрибуты юридического лица. Продлить библиотеку сложно. Широкие возможности дистрибуции электронного варианта в научной библиотеке. Научные книги в библиотеке в настоящее время это один из самых востребованных видов использования книги. Например, Российская государственная библиотека, она, являясь подписчиком всех новинок издательств, получает экземпляры книги в электронном виде. Вы представляете, что она в течение года имеет возможность показать электронный вид книги огромному количеству пользователей. дистрибуция научной книги в библиотеке широка как с печатным экземпляром, так и с электронным экземпляром. Здесь важно только правильно найти. Самостоятельно это вряд ли получится, а вот через издательство здесь ради бога. Дистрибуция научной книги в магазины. Вот эта тема очень интересная. В этой сфере есть два объекта, интернет-магазины и книжные магазины. Через интернет-магазины книги продаются в электронном виде и в печатном виде. Минуту. Собственно говоря, в интернет-магазинах это функционал, который в них заложен. Вы уже, наверное, знаете, что издательство Директ-медиа принадлежит интернет-магазин умных книг. У нас есть возможность представлять и книги в электронном виде, и книги в печатном виде, чем мы, собственно говоря, и занимаемся. Все новинки обязательно выкладываем у себя на сайте. Причем мы говорим в принципе об интернет-магазинах сейчас не только издательствах, но и об интернет-магазинах. Я прошу прощения, уже перенапряжение идет некоторое со связками. Речь идет об интернет-магазинах не только издательских, но и интернет-магазинах в принципе дружественных издательств, о площадках, на которых возможно представить электронный вариант. Я вас благодарю, что никто из вас не разошелся. Я продолжаю. Итак, я продолжаю с момента интернет-магазинах в принципе закончила. О том, где представлена книга автора обязательно указывается в лицензионном договоре, который заключается с автором. Об этом обоксом написано прежде всего для того, чтобы в последствии издательство могло отследить пиратскую копию книги, если она будет и отвечать за нее или не отвечать. Обязательно это все фиксируется. Что касается книжных магазинов, то, несмотря на огромное желание увидеть свою книгу на полке книжного магазина, это желание не всегда осуществимо и оправдано. Научная книга это по сути не тот товар, на который стопроцентно отзывается покупатель. И данный момент он в принципе оказывается чуть ли не единственной слабой серой для дистрибуции именно научной книги. Ну, конечно, приятно увидеть свою книжечку на книжной полке. Здесь нужно понимать, что вы хотите именно, чтобы книга работала и дошла до своего читателя. То, может быть, книжный магазин это не то место, куда в первую очередь следует пробиваться. книжечка у вас по итогам нашей встречи может сложиться такое впечатление, что книгу можно распространить только через издательство. Это не совсем так, но, безусловно, через издательство распространить ее гораздо проще. Сейчас такое время, когда активно работают соцсети. можно распространять собственно говоря через них. Можно через них продвигать свою книгу. Мы, как издательство, тоже пользуемся этим моментом, но только для продвижения. Для распространения вы сами видели, что у нас совершенно другие каналы. Реализовать свою книгу как автор вы можете через соцсети. Разумеется, для этого необходим свой фан-клуб, который жаждет увидеть каждую вашу новую книгу. им и будет ограничена пространство дистрибуции. Из всех представленных сфер дистрибуции самостоятельно освоить какую-либо очень сложно. Вы сами видели, я привела основные моменты дистрибуции. Прежде всего, потому это сложно, что любая область дистрибуции требует документального оформления сделки. циническим лицом мало кто готов работать, просто потому, что нет документального подтверждения. Хотя издательства предлагают свою помощь в дистрибуции, и, собственно говоря, это является существенным подспорьем всем тем, кто хочет, чтобы его работа приносила не только моральное удовлетворение, но и материальное. мы точно знаем, как это сделать. И как сделать такое предложение, от которого ни одна из сфер дистрибуции не сможет оттазаться. Я вам напоминаю, что это вузы, это библиотеки, это магазины, и книжные интернет-магазины, это партнерские площадки, это временные мероприятия разной степени, разного объема, есть очень массовые выставки, есть какие-то индивидуальные конгрессы или совещания, везде мы представляем, дистрибутируем научные книги, которые пишете вы. Если у вас есть вопросы по секретам дистрибуты, собственно говоря, я не думаю, что я рассказала о каких-то секретах, мы все знаем, куда может попасть книга, и теперь вы знаете, как она туда попадает, вы знаете, как работает издательство. Мы с вами вот этим вебинаром закончили обращение к автору, как к человеку, который знает теперь, зачем он книгу издает, знает, как он ее может издать, знает, как ее дистрибутировать. Если у вас есть какие-то вопросы, я вас прошу писать в чат. Если они возникнут потом, я вас прошу писать обязательно, писать, обязательно задавать, и вот эту область незнания для себя ликвидировать, писать к нам официальный email-адрес, он у нас на сайте указан, директ-медиа, обязательно задавайте свои вопросы. Если вопросов нет, то вы можете скачать эту презентацию, она сделана не для того, чтобы быть у вас памяткой, а быть напоминанием о том, куда можно дистрибутировать книгу. Я не написала здесь, как ее дистрибутировать, надеясь на то, что вы внимательно все прослушаете, важные для себя вопросы мне задавите, и, собственно говоря, будете с удовольствием работать из издательствами, пробовать самостоятельно продвигать книгу, потому что то, что мы делаем с вами вместе, издаем научные книги, оно делает нашу жизнь лучше и интереснее. Я вас тоже благодарю за присутствие на этом вебинаре, его запись вы сможете посмотреть на нашем канале на YouTube. Прошу прощения за небольшую заминку. Коллеги, я хотел бы поблагодарить всех присутствовавших на вебинаре, извиниться за те технические проблемы, которые возникли, они частично, ну, не будут с нас снимать все вины. Разумеется, вебинар это такая вещь, которая делается на непрофессиональном оборудовании, поэтому, если вы слышите какой-то фон и не очень хороший звук, ну, к сожалению, это так, каждый проводит вебинар со своего компьютера. Что касается вопросов когда вообще ничего не видно, не слышно или выкидывает из вебинарной комнаты, это, конечно, проблемы сервера Мирополиса. Некоторые из них такие кочующие, они иногда возникают из-за перегрузки сервера, а некоторые из них я постараюсь уточнить в тех поддержке, для того, чтобы в следующий раз они не повторялись, ну, или хотя бы знать, по какой причине они происходят и что с этим делать. Еще раз благодарю всех за то, что пришли на этот вебинар, напоминаю, у нас в мае большая вебинарная программа, приходите на наши вебинары и будьте с нами. Благодарю всех участвовавших и благодарю Анну за сегодняшний вебинар. Спасибо за внимание, до свидания, до новых встреч. До новых встреч.